МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"20.00 в Украине". В эфире подробности о главных событиях расскажут мои коллеги. В студии Наталья Белышева. Смотрите в выпуске. Чудо света. В Иерусалиме сошел благодатный огонь. Черный древесно нелегальный. Почему процветает кустарный бизнес, разрушающий экологию Украины? Кто с коляской, кто с собакой. Харьков сегодня без ограничений. Чудо в храме гроба Господня. В Иерусалиме сошел благодатный огонь. Это произошло почти в 14 часов 20 минут после молитв патриарха Иерусалимского Феофила Третьего. Пасхальное чудо видела мой коллега Григорий Бадо. Семь утра и часы утреннего ожидания и опасения «вдруг не попадем» сменяются радостью. В наглухо оцепленный христианский квартал Старого Иерусалима полиция пропускает людей, но лишь столько, сколько может уместиться в храме гроба Господня. Пожалуйста, проходите, располагайтесь, только сильно не толкайте друг друга. Сегодня, в Великую Субботу, вместе с паломниками со всего мира, чудо сошествия благодатного огня ожидает официальная делегация из Украинской Православной Церкви. Наши воздыхания и вся мольба Украинской Православной Церкви о мире, о том, чтобы мы немножко остепенились, увидели друг друга, как это и полагается православным христианам, и вообще каждому человеку. В храм собираются представители ортодоксальных православных конфессий. Одни бьют посохами и носят турецкие облачения, как в 19 веке. Другие шумно провозглашают свое присутствие и радость о скором чуде. Когда православные арабы кричали в связи с событиями, которые были вот в этом году, их воспринимаешь как потенциальных мучеников, я даже вот, ну, заплакала, потому что это очень эмоционально. Ощущение чуда, даже, я знаю, разные там есть мнения относительно благодатного огня, но вера людей, она все равно создает ощущение чуда, поэтому невозможно передать словами. Я всем рекомендую побывать здесь. Патриарх Иерусалимский Феофил Третий ступает на территорию храма. Его обыскивают, никаких горючих веществ при нем быть не должно. Часовню, где будет проходить ожидание огня, тщательно опечатывают. Люди ждут чуда, просят об избавительной силе. И вот он, благодатный огонь, сегодня снова, как и впервые 12 веков назад. Я была уверена, что сойдет, Господь нас любит. Это надо почувствовать, это не передать словами. Благодатный огонь, как верят многие, особый во всех смыслах. Он не просто появляется сверхъестественным способом, но еще и якобы обладает целительными свойствами. Не обжигая, он очищает и излечивает болезни. Поэтому каждый стремится омыться им, как обычно омываются святой водой. Считается, что если благодатный огонь вдруг не сойдет, это ознаменует собой приближение конца света. На сей раз обошлось. Благодатный огонь разлетится по планете за считанные часы. В Киев его сегодня отвезет украинская делегация. Григорий Бадо, Алиса Неверовская, Иерусалим. Специально для телеканала Интер. И буквально только что украинская делегация с благодатным огнем из Иерусалима приземлилась в аэропорту Борисполь. Там находится моих коллега Вениамин Трубачев. И как только появится возможность, мы включим его в эфир. Село Лебединское. Это в Мариупольском направлении, недалеко от Широкино. Время от времени сюда залетают снаряды боевиков, а звуки залпов слышны ежедневно. Как люди живут в этом поселке? Один день с одной семьей провела Эльвина Сейдбулаева. Литература украинская, русская, иностранная. Это не школьный класс. Это комната 14-летнего Тимофея. В селе Лебединском, где он живет, школа закрыта. Нет ни учителей, ни учеников. Восьмой класс мальчик так и не пошел. Учебники нам выдали, в школу мы не пошли. Буду по ним учиться. В начале сентября российские боевики открыли по селу огонь. Снаряды падали со всех сторон. Повредили школу, дома. В селе несколько месяцев не было света. Осколки залетели и в комнату Тимофея. Вот, на расклазке. Тут осколок был. Вон там внизу еще. Вот тут он слезал экран, тут клавиатура. А сейчас? Сейчас мы его сложили в коробке, он там в подвале лежит. Потому что он осколками может попрошивать. Не думаешь об учебе, когда стреляют. А когда более-менее тихо, начинаешь там читать, еще что-нибудь. Сейчас Тимофей помогает родителям по хозяйству. Они переживают за будущее ребенка. Однако отправить на учебу в город возможности нет. Показывают нам свое хозяйство. Козы, свиньи, куры. Благодаря им и выживают. Животные очень сильно держат. Что думаешь, куда их бросить? Мы в ответе за тех, кого приручили. Правда ведь? Мы обычно покупали вернули. Или менялись вот на таких кабачках. С приходом весны будет легче надеяться вся семья. Хозяин дома показывает огород. Тут у него 20 соток земли. И все уже запланировал. Здесь у нас будет картошка в этом году. А левую часть огорода удобрим. И хотим посеять в этом году зерно на небольшом куске. Хоть как-то, чтобы было. Сад, зимние яблоки, груши, айва. Это все помогает хорошо. Ну а там как Бог даст. В селе почти все закрыто. Иногда приводят гуманитарку. Вчера за ней всей семьей ездили в город. А сегодня в доме небольшой праздник. Делаем пушенку и макароны. У нас ребенок очень хорошо делает. Макароны по-флотски. Макароны, крупа, масло, картошечка. Если так экономненько, то в принципе хватит. После ужина Тимофей возвращается к себе в комнату. Мальчик остался без друзей. Все уехали. Общается с ними по телефону. Осенью его отправят к бабушке. В соседний район. Там теперь уже тоже спокойно. Не стреляют. Но школа работает. И Тима будет там наверстывать упущенное за восьмой класс. Все равно охота учиться. Уже привык учиться. Эльвина Сидбулаева, Даниэль Кацаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. И прямо сейчас Эльвина Сидбулаева с нами на связи. Эля, здравствуй. Какие еще новости в мариупольском направлении? Да, Наташа. Вот на украинах Мариуполя неспокойно. Пророссийские боевики семь раз обстреляли наши позиции. Это в районе Широкино. Ситуацию там оценивает миссия ОБСЕ. По их данным, среди местного населения остались в основном пожилые люди. Точное количество неизвестно. Здесь перебои с электричеством, водой и отоплением. Отмечу, что на мариупольском направлении наши военные огонь в ответ не открывают. А вот на оккупированной территории, по их словам, боевики строят бетонное сооружение. Это, скорее всего, блокпосты. Они начинают укреплять трассу, создают новые блокпосты или укрепрайоны. Наблюдали три саушки, которые били со стороны саханки. Одна из них почему-то оказалась повреждена потом. Наблюдаем работы АГСа, крупнокалиберного пулемета типа «Утес» ДШК. Активизировалась и воздушная вражеская разведка. Ее наши военные заметили недалеко от тела Гнутова. На этом у меня все. Наталья. Спасибо, Эля Эльвина Светбулаева была с нами на связи из Мариуполя. Напряженная ситуация на Донецком направлении. В течение суток были обстреляны опытная Авдеевка, Пески. Сегодня там побывал Геннадий Вивденко. Давайте посмотрим, что удалось ему узнать. Проверки на дорогах. В тыловой прифронтовой зоне в районе Донецкого аэропорта останавливают каждого проезжающего. Ожидается, что боевики из так называемой ДНР могут приехать к своим семьям на пасхальные праздники. С сегодняшнего дня на перекрестке в тылу линии обороны Авдеевка-Пески стоят пограничники и бойцы добровольческих подразделений. Цыганское радио работает четко. Только мы здесь стали. Я думаю, через час в Донецке уже знают, что здесь идет отработка. И каждая машина конкретно идет под отработку. Местные мы, местные. Так мы что же местные? Верю. С Украиной. У нас одна страна. Я верю. Имя и фамилия водителей вводятся тут же в планшет. Там база данных на персоналии террористов. Проводится отработка по основным социальным сетям, на предметах, в частности, к каким-то спортивным ресурсам, на предмет наличия фотографий с оружием в камуфляжной форме и с знаками отличия незаконных военных группировок. Среди бойцов опытные разведчики только что с передовой на линии разграничения опытные Пески, где буквально вчера подвергались обстрелам из крупнокалиберного миномета. В мирное намерение врага не верят. Вот комментарий по визиту миссии ОБСЕ на свой участок. Хороший окулист с хорошим опытом работы поможет ОБСЕ. На днях буквально вы отправляетесь опять на спецоперацию? Да, на днях отправляемся. Боец с позывным Чечен первый день на задании. На завтра планы самые праздничные. Хотим пойти в церковь, поесть священных пасочек. А там будет видно. Кого точно проверять не стали, так это священника. Отец Сергий приехал на фронт из Черниговской области. Надея на Боже благословение, на те, что Боже благодать захистит Украину. И наши воины швидким часом повернутся до своих родных и близких. До осель и не будет в войне. На те сподеваемся и за те молимся. Местные жители проверкам не очень рады. Желают только, чтобы пасхальная, почти тишина на фронте закрепилась. Да ну какое настроение, если он бахает через крышу, летят снаряды. Мира надо, голубого и мирного неба. Давай Мазду сюда. Так что, нам мир надо. Мира, мира, мира. Мира, конечно, да. Мира и всем здоровья, чтобы все живые ребята были. Да, чтобы все закончилось наконец-то. Все, что у нас здесь происходит. У бойцов оперативная информация спецслужб. Суть не раскрывают. В районе работают сразу несколько мобильных блокпостов. Геннадий Вивденко, Владлен Ноль, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. И Геннадий Вивденко с нами на прямой связи. Гена, здравствуй. Ближе к вечеру. Как-то ситуация изменилась на Донецком направлении? Ну, предпасхальный вечер. Наталья, боевики вели себя достаточно спокойно всего. Пару десятков обстрелов и один теракт. В районе Волновахи, возле поселка Оленевка, недалеко от линии разграничения, в так называемой серой зоне, произошел взрыв на железной дороге. Пострадавших нет. Поврежден железнодорожный путь. МВД квалифицировало произошедшее как теракт. В Луганской области, в районе поселков Донецкое и Желтое, произошли стрелковые бои. Украинских бойцов возле населенного пункта Сокольники обстреливали из миномета и танка. Там сейчас наиболее горячо, вот на сегодня. И по опытному и Пескам вели огонь из стрелкового и минометного вооружений. Позиции под Авдеевкой обстреляли из зенитной установки. Ну и за двое суток украинские военные насчитали более двух десятков полетов беспилотников. Над украинскими позициями один БПЛА удалось сбить. На этом пока все. Наталья. Спасибо, Гена Геннадий Вивденко, об обстрелах в Донецкой области. Как к светлому празднику Пасхи готовятся в оккупированных городах? Чего ждут и желают больше всего? Давайте послушаем жителей Донецка и Луганска. Людям сказали находиться дома, потому что новая почта ДНР доставит пенсию прямо домой. Ждут люди, а пенсии нет. Очень обидно надежда на то, что этот замечательный светлый праздник пройдет тихо, без всяких для нас катаклизмов, которые для нас стали обычны. Единственное, кто получает нынче зарплату, это нынешняя милиция так называемая и те, кто ушли в ополчение. А остальные бюджетники имеются в виду учителя, врачи и тому подобное. Не видали своих зарплат, наверное, уже с октября месяца, а то и даже с июля. Пока что не стреляют, но намечается что-то серьезное в районе после Павхи. Ну цены, ну просто бешеные. Киви 110-120 гривен. Это ж просто невозможно. Разговаривала со знакомыми, они были в Ростове, были в Москве. И они говорят, мы просто в шоке, потому что у нас практически такие цены, как в Москве. И чуть выше, чем в Ростове. Как это? Объявили, что в ближайшее время запустят троллейбусы. Это и раньше говорили, что это был социальный транспорт, который по социальной карте будет бесплатно проездить. Ну а сейчас уже речь идет о том, что, скорее всего, уравняют, как, допустим, троллейбусы. А оплату у них сделают, например, как маршрутных такси. Это чередной обман со стороны генеровской власти. Сейчас было замечено, что собираются отрядами ДНР и стоят там, где они проживают. Чувствуется какая-то тревоженность, я так понимаю. Командирует команду. Перестрелки были слышны несколько раз. Автоматные очереди очень тревожны. Люди очень переживают, чтобы после Пасхи, не дай бог, что-нибудь не началось. Сейчас с нами на связи Вениамин Трубачев. Он в Борисполе встречает благодатный огонь из Иерусалима. Веня, я вижу у тебя частичку чуда в руках. Расскажи, как прошла встреча и куда сейчас повезли благодатный огонь? Да, Наталья, могу засвидетельствовать, что благодатный огонь уже в Украине. Буквально полчаса назад в аэропорту Борисполь приземлился самолет из Израиля. Это чартерный рейс, который доставил в Киев зажженные лампадки из Иерусалима. И вот благодатный огонь привезла делегации Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Бориспольским и Броварским Антонием. Украинские священнослужители сегодня были в храме Гроба Господня и наблюдали за чудом схождения благодатного огня. И вот по прилету они поделили своими впечатлениями с журналистами и со всеми присутствующими. Благодатный огонь, который мы сегодня привезли к Киеву, это свидетельство того, что Бог не забывает о своем творении. Нехай Пасха Христова, которую готовится встретить нашу Украину, объединяет всех нас. Нехай все негаразды, злоба, ворожнеча, залишатся в минулому. В аэропорту Борисполь благодатный огонь встречают десятки священнослужителей из разных регионов Украины. Вот в зале официальных делегаций они сейчас получают огонь из Русалима и разъезжаются по своим епархиям. Вот в ближайшее время также благодатный огонь будет доставлен и в Донецкую, и Луганскую области на подконтрольные Украине территории. По всей Украине разойдется этот благодатный огонь, и в том числе священники, которые посещают военнослужащих АТО, будут ехать не только с писанками и Пасхами и приветствием, но и с собой возьмут, безусловно, неугасимые лампады с благодатным огнем. Ну вот в Киеве все верующие смогут зажечь свои свечи и лампадки в Киево-Печерской лавре. Именно там будут раздавать вот этот благодатный огонь уже через полчаса. Это продлится до ночного пасхального богослужения. Наталья. Спасибо, Веня. Вениамин Трубачев из аэропорта Борисполь, где благополучно встретили благодатный огонь. Как ищут без вести пропавших бойцов в зоне АТО? Как вывозят тела погибших? И как идентифицируют тех, кого опознать невозможно? Подробнее Татьяна Веникова. Вот старобешевый, печально известный Лавайск, вот эти оранжевые точечки, которые стоят, это места, где мы отработали, конкретно были найдены братские захоронения или могилы. Ярослав Жилкин показывает места работы гуманитарной миссии «Эвакуация-200». В простонародье «Черный тюльпан». Его поисковики ездят в зону АТО, ищут и вывозят останки украинских бойцов. Заходят туда, куда не могут военные. Вот так, практически каждый день, начиная с прошлого сентября. И до сих пор волонтеров никто не финансирует. Но они говорят, большая проблема в том, что единой госпрограммы нет. Зато есть множество стихийных кладбищ с неизвестными могилами. Тут есть МЧС, тут есть Збройные силы, тут есть Министерство обороны, тут есть СБУ, тут есть МВД, есть погранслужба, есть зона ответственности МОЗ. Естественно, у кого-то есть какие-то свои базы, какие-то данные, но они не объединятся с другим. Поэтому базу данных, где искать, мы добываем сами. Вывезли и передали следственным органам уже 550 тел бойцов. Но в зоне АТО еще десятки погибших. Вот одно из кладбищ под Запорожьем. Здесь покоятся 54 неизвестных солдата. 19 уже удалось опознать. Но кладбище разрастается. Чтобы опознать неизвестных бойцов, эксперты-криминалисты работают так. В Запорожском научно-исследовательском центре исследуют ДНК погибших. В этот, Днепропетровский центр, приходят родственники без исти пропавших. У них берут материал для теста ДНК. Далее все биоматериалы направляют в Киев, в главный центр по обработке данных. Там и сравнивают результаты. ДНК профиля могут выставляться из останков костей, зубов, если есть волос человека. Если у людей нет родственников, то отбираются личные вещи, чтобы сравнить. Зубная щетка, гребешок. Эксперты загружены работой. На сегодняшний день 186 родственников без исти пропавших бойцов сдали свои анализы. Совпали с данными погибших, говорят в Днепропетровске, 30. То есть у остальных пока есть надежда, что живой. Эта ДНК-экспертиза бесплатная, но сверхсовременные технологии не имеют значения, если бы не такие, как вот этот парень. Раньше у Леонида было хобби. Он 8 лет занимался исторической реконструкцией событий Великой Отечественной войны. Теперь ездит в зону АТО. Рассказывает, в их группе 4 человека. У каждого своя роль. Но именно Леонид собирает останки бойцов. Говорит, даже представить не мог, что его навыки однажды пригодятся в реальной жизни. По теме Великой Отечественной войны до сих пор еще столько вопросов. И до сих пор тема не закрыта и не закроется. А уже новая война. Наверное, это одно из самых печальных. То, что даже в этой войне, наверное, последнего солдата не похоронят. В память о погибших украинских бойцах, опознанных благодаря Леониду, в военно-историческом музее Киева планируют открыть большой мемориальный зал. Татьяна Авинникова, Валентин Белич. Подробности телеканал Интер. Еще одна фанатка Путина нашлась в Великобритании. Дайан Джеймс, член партии независимости Соединенного Королевства. Почему она восхищается Путиным? И что националистам заменяет гречку в предвыборной гонке? Светлана Чернецкая из Лондона. После сбитого малазийского Боинга, аннексии Крыма и ядерных угроз Москвы, в Соединенном Королевстве находятся политики, которые восхищаются Путиным. Таким непопулярным в Европе отношением к российскому президенту отличилась Дайан Джеймс, одна из лидеров партии независимости Великобритании, ЮКИП. Ее называют преемницей Найджела Фараджа. Так вот, Джеймс высоко оценила способность Путина бороться за свою страну и, несмотря ни на что, придерживаться независимой политической линии. Причем говорить о недостатках хозяина Кремля политик не захотела. Он настоящий националист. Потому что он нападает на другие страны? Как вы относитесь к вторжению в Крым? Вы спросили меня, восхищаюсь ли я Путиным. И я вам отвечаю, что да, он очень сильный лидер. Интересы России для него приоритетные. И, конечно, ему не понравилось то, как ЕС поощрял смену власти в Украине. По его мнению, это могло подвергнуть риску русское население Украины. Удивляет то, что это высказывание британки Джеймс почти слово в слово повторяет тезисы ее европейской коллеги из Французского национального фронта Марин Липен. Она тоже считает Путина сильным лидером и националистом. В случае с Липен журналисты доказали, что за хвалебные оды она получает деньги из Москвы. А вот каковы мотивы Даяны Джеймс? Ну, конечно, кроме самого очевидного, привлечь избирателей. В разгар предвыборной гонки все средства хороши. Партия независимости Великобритании одна из самых молодых в стране. Ее здесь часто называют маргинальной. По последним опросам, на майских выборах за эту политическую силу готовы голосовать лишь 13% граждан. Что явно меньше, чем националистам хотелось бы. Кстати, методы привлечения новых фанатов партии Юкип уже расследует полиция. В подкупе избирателей заподозрили кандидата в депутаты Кима Роуза. Оказывается, он устроил встречу с молодежью Саудхэмптона, в ходе которой лично угощал присутствующих сосисками в тесте. А это уже статья. За предоставление политикам развлечения и угощения в ходе предвыборной кампании предусмотрена уголовная ответственность. Так что Роуза в понедельник ждут в полицейском участке. Инцидент уже назвали сосисочным скандалом. За него политику грозит срок до года за решеткой. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности британское бюро телеканала Интер. Они встретились и пожали друг другу руки. Что стоит за историческим приветствием Барака Обама и Рауля Кастро? И какой инцидент с участием американского разведывательного самолета произошел над Балтикой? И обо всем подробнее Дмитрий Еловский из Вашингтона. Об этой встрече говорили еще задолго до начала самого саммита, который былые годы, конечно, привлекал внимание прессы, но не такое, как сейчас. Ведь еще в 1961 году Америка прервала все контакты с официальной Гаваной. И вот впервые за полвека лидеры США и Кубы не только встретились, но даже и поговорили. Фотография с этим рукопожатием совершенно точно войдет в историю. Теоретически встреча могла бы случиться и раньше, ведь кубинцы стали звать на американский саммит еще с 2009 года. Но Рауль Кастро, брат Фиделя, только в нынешнем году согласился приехать и все-таки пообщаться с главами стран Северной и Южной Америки. Потепление в отношениях наметили в Вашингтоне еще в конце прошлого года. Рейс шло о снятии эмбарго с острова Свобода, а также об открытии посольств на территории этих двух стран. Вероятно, об этом и говорили Обама и Кастро-младший. А вот о потеплении отношений с Россией говорить пока не приходится. Новый скандальный эпизод. На сей раз в небе над Балтикой. Американский разведывательный самолет выполнял полет вблизи границ РФ, когда его чуть не сбил российский истребитель. В Пентагоне говорят, что полет этот проходил, ну, в принципе, в рамках существующих договоренностей. Воздушное пространство России никто не нарушал и даже не собирался. И вдруг к разведчику РС-135 в небезопасной и непрофессиональной манере, как сказали, в Пентагоне подлетел российский истребитель Су-27. В Москве заявили, что на разведывательном самолете был якобы выключен транспондером. Но, судя по всему, американцы пытались добыть какую-то информацию о ракетных комплексах «Искандер» в Калининградской области. Кстати говоря, аналогичные данные есть и по Крыму. О результатах этих полетов пока что не сообщается. Но масло в огонь этот эпизод все же подлил. Дмитрий Уловский, Никита Исаик. Подробности. Американское бюро. Телеканал Интер. Сегодня ночью в Харькове не стало сразу трех монументов. Революционерам Серго Родженикидзе, Николаю Рудневу и Якову Свердлову. Около десяти человек в масках подъехали к памятникам, набросили трос и попытались свалить с помощью микроавтобуса. Отбитые крупные детали и головы забрали с собой, возможно, на сувениры. Все сняли на видео. Самое интересное, что когда собирались свалить Руднева, местные жители вызвали милицию. Правоохранители приехали, но никого не задержали и даже не попытались помешать парням. Харьковские патриоты на своих страницах в соцсетях уже давно написали, что таким образом община Харькова привела в действие закон о запрете коммунистической символики. Позднее в областном главке милиции сообщили, что против парней все-таки открыли уголовное производство за хулиганство, а в отношении правоохранителей, которые не остановили вандалов, проведут служебное расследование. Запретив коммунистическую символику, парламентская коалиция фактически лишила ветеранов героического прошлого. Так считают в оппозиции. Исходя из принятого закона, ветераны Второй мировой и труда не смогут надеть свои ордена и медали. Оппозиционный блок потребовал от президента витировать закон, и если этого не произойдет, оппозиция обратится в Конституционный суд. Сначала у всех ветеранов войны труда отобрали все деньги. Обесценили сбережения, которые они накапливали, обесценили пенсии за падение валюты, роста цен. А потом вообще сказали, что вы и жили-то неправильно. Ветеран войны, который сегодня оденет орден Красной Звезды или орден Боевого Красного Знамени, он попадает под уголовный срок по этому закону. Это даже не маразм, это вредительство, это преступление против собственного народа. И понятно, что мы защитим ветеранов, мы пойдем в Конституционный суд, если не будет наложено вето. Черный, древесный, нелегальный. Какой бизнес вот уже 12 лет процветает в Черкасской области? Материал об этом мы делали месяц назад. Так кто все-таки занимается этим бизнесом? Кто его крышует и что за этот месяц изменилось? Подробнее наши корреспонденты. Это не туман, это дым от тлеющей древесины. Так выжигают древесный уголь. Предприятие кустарное, но масштабы поражают. Это видео мы снимали в конце февраля. После выхода сюжета в подробностях завод работу приостановил. Но судя по запасам леса, хозяева сворачивать черный бизнес не собираются. Залили или бензин, или дистопливо и подпалили. Активистка Елена Никитина одна из немногих, кто решился выступить против бизнесменов. С тех пор ей постоянно угрожают и даже подожгли машину. Говорит, бороться с собственниками угольных заводов сложно. Все они из одной семьи. Краснюк Александр Николаевич занимает госслужбу. Он начальник центра занятости городищенского района. Его зять, Горитко Александр Юрьевич, работает оперуполномоченным. Куриной Александр Иванович, это бывший начальник МЧС, тоже городищенского района. Кроме них на самом деле никто не палит. Они палят 12 лет. Это еще один завод. Местные рассказывают, несколько дней назад его пытались запустить. Но нагрянула проверка из экологической инспекции. Теперь на территории только сторож с собаками и горы леса. Откуда он, неизвестно. Экология была, экология, проезжала, убрала трубы. А ты, что совершаете, не знаю, закрывает. В городищенском районе подобных угольных заводов как минимум четыре. Последствия такого бизнеса – вырезанные леса и постоянный чад. В некогда экологически чистой зоне. В райадминистрации подтверждают, разрешительных документов у хозяев на бизнес нет. Но есть свидетельства о предпринимательской деятельности. Мы никак не можем вплинуть. Законодавство побудовано так, что ходим по колу. А вопрос решить не можно. На официальные разрешения наплевали. А вот с жителями окрестных сел, дабы не поднимали бучу, углезаводчики решили договориться и получить добро на выбросы. Созвали собрание. Большинство пришедших – работники этих самых угольных предприятий. Некоторые, не стесняясь камер, заправляются алкоголем. Те, кто против черного бизнеса и вырубки леса, тут же затыкают рот. Виктора Матвейка выгнали из зала. Но планы бизнесменов сорвали активисты. Общественники привезли распоряжение экоинспекции о временном прекращении работы всех четырех предприятий. До выяснения обстоятельств их деятельности. Максим Кошелев, Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности – телеканал «Интер» Черкасская область. С собаками, с детскими колясками, в инвалидных креслах, и дети, и бабушки с дедушками. Сегодня Харьков не ограничен никакими стандартами. Что заставило шесть тысяч человек собраться вместе и зачем перекрыли улицы, знает Лидия Калинина. Валя бежит не одна, а с годовалой дочерью Мирославой. Впервые малышку в напарнице на международный марафон она брала в прошлом году. Тогда с коляской пробежала три километра. Сегодня замахнулась на десять. Мне хочется, чтобы люди видели, что дети не обмеживают маму, брать в эстактивную житевую позицию. Никаких ограничений нет. Хочешь, беги с коляской, хочешь с собаками, хочешь в необычном костюме. Спортсмены стартуют каждые полчаса. Дистанции разной степени сложности. Три километра для новичков, потом десять, полумарафон. И, наконец, самые опытные могут пробежать 42 километра 195 метров по Харьковским улицам. Организаторы ждали более 300 участников из других стран. Но многих испугало соседство Харьковской области с зоной АТО. Приехали около 40 спортсменов-иностранцев. Стран у нас порядка десяти. То есть это Германия, Англия, Австрия, Иордания, Греция, Израиль, Палестина, Узбекистан. Прекрасное мероприятие, отличная организация. Я расскажу всем своим друзьям в Чикаго. Может быть, в следующем году они приедут вместе со мной. Остальные участники – почти 6 тысяч человек из разных уголков Украины. Виктор из Мелитополя. Ему 62. Планируют одолеть самую длинную дистанцию. На 42-м уже хорошо. Плохо где-то начинается с 28-го и по 35-й. А потом немножко лучше, лучше. А уже когда 5 километров остается, тогда уже хочешь не хочешь, а финишировать надо. Среди бегунов много инвалидов. На старт вышли и на колясках, и на протезах. Мэр Харькова сегодня тоже участвует в забеге. Год назад до ранения Геннадий Кернес пробежал полумарафон. Дистанцию в 21 километр. В этом году планируют столько же, но при помощи специального лежачего велосипеда. Крутить педали на нем нужно руками. В этом сезоне первый раз выехал. Долго тренировались? Нет, но я ездил в том году. Я знаю, велосипед хороший. Самое главное, чтобы силы хватило. Но сил у мэра не хватило. С дистанции он сошел. Тех же, кто достиг финиша, встречали овациями. Валентина поставила свой рекорд. 10 километров с коляской пробежала за час. На финише каждому медаль, а победителям еще и денежные призы. Лидия Калинина, Евгений Педин. Подробности телеканал Интер. Харьков. Голограммные протесты в Мадриде и сестры Кардашьян в Армении. Об этом не только в нашем обзоре. Полмиллиона на двоих. Барак Обама с супругой за год заработали 477 тысяч долларов. Согласно налоговой декларации, 400 тысяч из этой суммы зарплата хозяина Белого дома. Остальное преимущественно процент от продажи книг. Доходы Обамы значительно упали за время его президентства. В 2008 он задекларировал 2 миллиона 700 тысяч долларов. Неспешная погоня. В Лос-Анджелесе мужчина на похищенном такси два часа держал полицейских на хвосте. Ярко-зеленая машина медленно, но уверенно увиливала от стражей порядка. При этом водитель успевал подъезжать к прохожим, пожимать им руки и раздавать деньги. В конечном итоге полицейским внедорожникам удалось прижать ловкача, и он сдался без сопротивления. В Малайзии два человека скончались после удара молнии в храм. Еще четверо получили травмы, когда прятались там от дождя. А в Шотландии пилотам удалось спасти пассажиров авиакомпании Logan Air. Самолет после удара молнии начал падать, но экипажу удалось выровнять аппарат за несколько секунд до столкновения с землей. Случилось это полгода назад, а отчет появился только сейчас. Массовое самоубийство дельфинов в Японии. Почти 150 морских млекопитающих выбросились на пляж города Хакота в префектуре Ибакоре. Десятки людей пришли спасать животных, их поливали водой и укрывали мокрыми полотенцами. Но спасти удалось лишь трех. Специалисты пока не знают причины этому явлению. Виртуальный протест. В Мадриде активисты устроили акцию при помощи голограмм. Перед зданием парламента прошлись 80 трехмерных копий демонстрантов. Они выкрикивали лозунги против так называемого закона Кляпа, который ужесточает наказание за нарушения во время демонстрации, а также за участие в несанкционированных митингах. Сто марафонов за сто дней. Очередной рекорд поставил американец Даррен Вендалл. Мужчина пересек штаты от западного побережья к восточному и уже прибыл в Нью-Йорк. В путь отправился 1 января из Калифорнии, чтобы собрать деньги на питьевую воду для детей из Эфиопии. Вендалл пробежал 5472 километра, убив 30 пар кроссовок. Сестры Кардащан прибыли на историческую родину. Армения с размахом встречает голливудских тусовщиц к Ким и Хлою. Девушки уже побывали на приеме у премьер-министра, а сегодня возложили цветы к мемориалу погибшим в Османской империи армянам. Это первый визит светских львиц на родину их отца. Мои коллеги из подробностей недели в эти минуты готовят завтрашний итоговый выпуск. Давайте посмотрим, о чем они расскажут. Подробности недели говорят и показывают. Скромное обаяние парламентаризма. Их адрес ни дома, ни улица. Ниджля, Бесинцы, Киев. Подорвав батьку автомобилем, вся декларация. Наши корреспонденты прочли депутатские декларации. И прикинули, реально ли прожить на 18 гривен в день. Нет, мы себе не можем позволить такую роскошь. Уж в Европу не втерпешь. Вы замужем? Нет. А вот пошли вы за меня замуж. После заключения брака я смогу получить молдавское гражданство. В ЕС без визы легко и приятно. Афера с гражданством, расследование программы. Утечка мозгов. Лучшие кадры выезжают в США сейчас. Почему каждый пятый украинец сидит на чемоданах? Святой праздник на развалинах. Специальный репортаж из Донецка. Еще не смолкли звуки выстрелов, а здесь уже готовятся к первой службе в военное время. Все, о чем говорят и спорят. В это воскресенье в 20.00. В подробностях недели. Да, завтра ровно в 20.00. В этой студии Дмитрий Анопченко подведет подробности недели. А я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего и светлого вечера. Еще более светлого и мирного воскресенья. Пусть эти праздники будут светлыми и мирными. Субтитры создавал DimaTorzok